Роберта Фалька Роберт Фальк Роберт Фальк Роберт Фальк Роберт Фальк Картинная галерея вдова передала несколько его рисунков уже в Дарпинской картинной галерее. Работа Фалька в Пензенской картинной галерее выставляется третий раз с момента ее основания. Впервые это было, когда галерея располагалась еще в здании Пензенского художественного училища. По тем временам это была такая взрывная совершенно выставка, потому что Фальк был полупризнанным художником. Не то, чтобы его запрещали, но как бы и не приветствовали. И поэтому это был определенный такой смелый шаг. Вы знаете, очень трудно смотреть Фалька, на мой взгляд, когда много народу. Хорошо, что сегодня не очень много народу, потому что живопись, графика Фалька, это такая тончайшая музыка. Это такие нюансы, это такие полтона, это что-то такое недосказанное, что остается тайной для зрителя. На этот раз на выставке, посвященной 130-летию со дня рождения Роберта Фалька, большая часть работ из коллекции галереи. Это и живописные полотна, и графика. Великолепно поработала картина и галерея, потому что все было представлено очень здорово, начиная с оформления, составления экспозиции и вообще подборки материала. И, безусловно, вот испытываешь гордость, что наша картина и галерея имеют такую коллекцию этого художника. Они, все работы, безусловно, очень интересны. Меня очень сильно привлекают портреты, его творчество. Оно наивысшего расцвета, наверное, в портретах достигло. Их характеры, на их лицах отражена вся жизнь, которую они прожили, и то, что они увидели в своей жизни, вот, например, вот этот портрет старухи. Здесь, по-моему, все, что можно, собралось в этом портрете. Это и годы, и болезни, и прожитые, и революции. Все на ее лице отразилось. Он всю жизнь оставался верным однажды выбранному направлению в искусстве. Был философом, поэтому даже самый, на первый взгляд, простой натюрморт превращался в размышления. Работы Фалька знатоки сравнивают с картинами Врубеля. Выставка в губернаторском доме будет работать месяц. На ней представлены и работы нашего земляка, авангардиста Аристарха Лентулова, который являлся соратником Фалька и тоже был участником знаменитого в начале 20 века объединения «Бубновый валет».